Всем привет, друзья! Сегодня в нашем выпуске Дахак. Играть он будет на Фантомке. Приятного вам просмотра, интересная игра. Подписывайтесь на наш Телеграм. Ссылочка на него будет в комментариях. У нас там производится крупный розыгрыш. Поэтому залетайте. Ждём. И, как обычно, интересная игра. В этот раз без Дахака. Кстати, в этой игре гостик. Гостик на Тимбере и Дахак, собственно, на Фантомке. Необа у нас были выпуски непосредственно гостями. Вот, сегодня посмотрим, как они играют друг против друга. По закупу. Начнём с закупа и вообще с Фантомки в этой игре. Ну, линия такая среднекомфортная. Но, объективно, Фантомка не самый сильный лейнер. Вот, тем более против Тимбера. Но тут Шейкер. Шейкер, герой, который линию точно не усиливает. Шейкером хочется пикать. Ну, в принципе, Тимберой хочется пикать. Шейкером, герой, который будет ставить соло на XP. А ты на Шейкере будешь бегать по маппе, там ромить. Фуриончик, в принципе, Шейкером нормально может постоять. То есть, такие весьма самодостаточные уф-лайнеры. Вот, ну и Фантомка плюс висп. Пикается даже на про сцене я пару раз видел. В принципе, неплохо. Ну, здесь, в принципе, фрилайн для Тимбера. Он вообще будет кайфовать здесь. Да, уф, как это больно. Чем более, вот я пару раз видел нарезки, когда Куман, помню на Сларке, заходил в кусты против Тимбера. Это просто было роковой ошибкой. Чем больше Тимбер веток цепляет первым скылом, тем больше урона проходит чистым по герою. Соответственно, если не хотите получить много урона от Тимбера, во-первых, рубите ветки на линии, во-вторых, не забегайте в кусты. Вот они, кстати, деревья и ломаются. Возможно, это нужно было чуть-чуть раньше делать. Они бы и шейкеры видели бы, которые пудел бы. Ну, ну и плюс. Они все равно вдвоем в стопы начинают. Ой, какой ужасный старт. Очень много крипов пропустили. Туда-сюда крибы бегают. Ну, ничего, типа. Фантомочка камбекает в любом случае. Этот спорт, кстати, большой. Можно было бы, в принципе, блочить. Но шейкер, как саппорт, плохо протектид этих крипов. То есть он просто отдал пачку фантомки, там лесных, немножко подфармило. Есть стик. Уходит на крипов. По поводу закупа, вдох Оксана стриме говорил, что он вообще почти не берет на Киригерах больше, чем 3 танго. Практически не на ком. Ну, это есть доля логики тебя. Если нужно больше хило, ты ты просто доносишь. А тут у него еще и висп в команде. Зачем ему кучу хило? Сейчас смотришь на тимбера, который постоянно пробивает. Все шейкер уже, в принципе, может уходить с этой длини и помогать в боте. В миде. Но ведьма хочет еще... Потронюйте крипов своей физуркой. Ради стадов, в принципе, грейженый стик можно покупать, если он окупится, там против битрайдера часто берут. Но во многих случаях грейженый стик это как-то ожидновато. Здесь, в принципе, когда кнопки от тимбера жмутся, поэтому можно взять. По раскачке, я думаю, все будет по дефолту. Кинжальчик в двоечку. Фантом страйк. Но пока он скиллпоинт себе оставляет. Не знаю, есть ли об этом смысл хоть какой-то. Единственный случай, когда на фантомке не выкачивают первый, выкачивают второй. Если вас, допустим, к шестому и седьмому левлу прогоняют с линии против определенных героев, вам стоять вообще невозможно. Вы можете выкачать себе фантом страйк. И там будет кд 5 секунд на последнем уровне. И просто благодаря ему фармить лес. Здесь офигенный плюс то, что тебе здесь мясы вообще качать не надо на фантомке. Типа, они тебе здесь не нужны. Типа, в единичку можно будет взять. А так, тут с руки-то никто ее не бьет вообще. Я вообще сомневаюсь, что кто-то берет мясы больше, чем в единичку. Хотя, нет, я видел один раз против Фориона еще какого-то бьющего героя. Вот его кто-то брал. Ну, в этом, не знаю, смысла прям мало. Как мне кажется. Здесь вообще мясы не нужны. Ну, так же чисто лес пофармить, но и то. Возможно, знаешь, время выиграть. Нажал блюр, не получил лишнюю тычуку от героя. Да, блюр сразу же снялся. Хочешь себе бэнд один взять. Мы видели то, что на фантомке, если играешь через Battle Fury, можно, в принципе, без бэндов играть, как это делает Артизи. Но, Свистполон хочет иметь чуть больше садов. Видно, как Шейкер улетел в мид, и там пора бы уже идти баунтируну забирать. Скоро пятая минута, а прошлый баунти никто не забрал. Он, я думаю, команде инфо дал. Он, кстати, из-за Виспа, скорее всего, хочет себе купить фейзы. ИПТ почти во всех случаях лучше. Но на линиях против Тимбера, там играют, допустим, на Хаус Найт даже. Бывало такое, что фейзы можно было собрать на линиях Хаус Найт против Тимбера. Против Тимбера, короче, МС решает. Вот, и МС бафает очень сильно Виспа. Ну и вас с Виспом в целом. То есть у вас на двоих прям очень много моспида. Ведь Виспа зависит от вашего. Вот, а так, если у вас Виспа нет, если вам МС не сильно реляет, вы идете рано в лес, то ПТ очевидно. Особенно, если вы через Battle Fury играете. Ну и ты начал покупать себе с когтей, если линия, допустим, против бьющих героев типа Фуриона, в фазике можно начинать собирать с Чейн Мэйл. Тоже неплохо. Больше впитываете. Меньше урона получается. Так, Виспа забрал одну баунти, сможет ли вторую? Нет, вторую забрали. Нормально. Тимбер, я думал, что он будет на гостике постоянно кликать по фантамке, но вот он начал. Окей. Ему уже по барабану, в принципе, на этой линии он очень комфортно стоит. Я сомневаюсь, что будет не какая-то вот такая игровая ситуация, когда они его просадят больше, чем на пол хп. Может быть, если и нокерп, я не знаю. Пассивка в тройку ему... На этих двух героев ему наплевать. Да, у него вот и о чем и говорилось, Шейкер уже бегает по мапе, а Висп делать этого не может, потому что такой герой, который... С Сенкингом он играть точно не будет. Ладно, если в боте был какой-то Слордар. Он, скорее всего, на дхаке сейчас убьет просто Катапу, и после того, как убьет Катапу, уйдет с этой линией. Именно поэтому он зашел за спину к Тимберу. О, ой-ой-ой, как же больно. И сарел Крипов, да, чтобы Катапа осталась впереди. Вышка ее быстро добила. У меня есть одна фишка, как Катапу сагривать. Он тот же дохак показывал на стримаке. Если ты переагриваешь Крипов и вражеских на себя, Крипов начинает бить вышка твоя. А потом ты их переагриваешь обратно, чтобы девушка не била. Ну, тычка последней летит. Если Катапа стоит рядом, то Крипы сагрятся. Ну, это, короче, сложно объяснить. Не знаю. У меня, наверное, не получилось. Это нужно повозиться, потестить. Посмотрите стримы ДХК, кстати, ссылочку на Твич его оставим в описании. Кому интересно, залетайте. Если не забудем, мы можем забыть. Не, в последнее время мы не забываем такие моменты. Ну, если что, ДХК, поиски просто. Я думаю, там первая ссылка в Твич выходит. Угу. Пятый уровень. Все-таки решил себе кинжальчик в троечку взять. Не будет, видимо, лесом долбить. Вот это один из всех игроков, который вообще нет светка бьет. Возможно, это отличает, там, Тир-1 игрока от. Не Тир-1 игрока. Транстор сыграет. Прилетел в фрако формула. Хорошо. Седьмая минута. И вот. Это прям очень круто. Это вообще от многих игроков, этот плейстайл отличается. И ждет, пока нажмет кнопку. После того прыгает на кентавр еще. Хорошо. Добили. По поводу этого вот мода лесника. Рамзес на ТВ может стоять линию, там, буквально 8 минут. Его убьют один раз, его убьют второй раз, он все равно тпца на линию. И стоит эту линию, дефлет линию до последнего. Здесь он бы тоже с удовольствием на фантомке стоял бы лес, стоял бы лайн до посинения. Просто Тимир его прогоняет, и ты вообще ничего не фармишь, ты просто умираешь. Ну, как бы, спасибо за то, что даете фантомке кач. Хорошего, хорошему фатенчи. Ну, где-то нужно было находить этот кач, нашел, повезло. Что там по надворцам? По надворцам у него все неплохо, 3200, вот игре. Ну, вот и сейчас, после серии килов, 2 килла плюс ассист, у него остались чуть получше. В боте в итоге у него сейчас будет 3500-м дворц. Если он останется на следующую пачку, в принципе, видит все герои в миде. Он может полететь в миде, чтобы помочь инвокеру, но увидел, что окей, докер, выживает. Промониторил куру в Рескинга, значит, в АК где-нибудь тут, рядышком стоит в лесу. Можно покачать линию, пока герои показываются, пока Шекера, Тимбера видно. Вот, а потом, в принципе, можно увидеть в топ. Ну, или опять же, можно полететь вообще в миде, дафать мид. Рубик, я так понимаю, автор, вы докачивает себе 6 уровень. Какой левел Рубика? Левел 5 с копейками. Чуть не хватает Рубика до 6-го, он так Тимберас был и будет воровать, и будет просто играть в доту. Поспешил с прыжком. Это не решило бы вообще никак, они его не убили бы. У них, благо, что у них хотя бы один герой, спортив Тимбера, это Рубанчик. Чем хануете, и логер принцем, он может вернеть вас, он купит. Он на Рубике ворует первый спелл, очень хорошо, чистый урон, срезает Тимберу силу. Пульта вообще шикарно, тоже чистый ДМ. Еще ветра не закинул в Бокер. Ой, заберут возле цены, верно. Взял, хороший ветра, подруги, но из-за того, что поздно... Ну, такой вот итог. Ну, и вообще драться не могут, когда приходит Тимбер. Надо как-то этого Тимбера игнорить. Но из плюсов, они за дефа лимит вышку, там правда сейчас кота идет. Уже, по идее, пришла на линию. И нужно будет сейчас мин дефить. И в боте тоже пушится товар сильно. А Рубик с Энкингом почему-то в топе. Ага. Ну, странновато, конечно. Ладно, не было у Тимбер у ВК. Тут повезло, конечно. Мамамия, что я увидел? Да вот тут, что в боте у ВК не было у Тимбер, это прекрасно. Он не качал его просто. А вот то, что в Тимбер произошло. Сэнкинг, Рубик пошли, вместо того, чтобы дефать мид, дефать катапульту. И сейвить хп у Каты. Они пошли в топ нападать на Шейкера вдвоем. При этом ни один герой в боте из них не был, который хорошо дефает. И ни один герой в миде не был, который хорошо дефает. По итогу они там вдвоем еще и остались, а Шейкер выжил. Здесь какой-то супер плохой мув и от Сэнкинга, и от Рубика. Ну ладно, Рубик тем не менее 6. 4 тысячи преимущества уже у врагов есть. Он начал покупать себе бф с Клэйморой. И во всех случаях, ну типа такой билд актуален, что порой на лайн на лайне можно купить себе кольцо. Из-за этого кольца там хп реген. Потом ты покупаешь себе какой-нибудь дэмэдж слот. Ну типа Клэйморой, либо Бродсорда. Вот. И после этого берешь себе Водит Стон на подпитку ПМП. Здесь у него просто подхил по мани и по хп это виз. То есть так или иначе он ему все равно регенит. А вот тут кстати можно было бы... Но он видит всех героев на карте. Кроме ничьей. Вот ничья тоже показалось. Просто если бы сейчас был бы какой-то плюсик, что мешало Шейкеру бахнуть слэм в него. Ну он понимает, что там пассивка в единицу. И даже если слэм бахнет, то там урона немного, по идее, должно было быть. Нет, там пассива левел 4. А, да? Ну на Шейкере ты максимум берешь физуру в 2. Это если тебе есть под кого играть. Там под условную лину можно брать физуру в 2, а если ты в мид выходишь на третьем уровне. Тогда да, тогда суши могло бы и хватить. Вот. И пассива в 4. Он нажимает 3 кнопки. Он слабо в фантомке сбил больше половины хп. Какое-то тп от Зевса. Но опять же, он видел героев на карте, скорее всего. Поэтому он и пошел. А вот теперь, вот теперь Шейкер сам поагрессировал. И из-за того, что Шейкер поагрессировал, он понял на фантомке, и никто не показывается. Он понял, что все герои в бот просто пошли. Ну, кстати, ничего, делившуюся, возможно, надо было чуть раньше заблевать. Если бы они на нее побежали, мы, может, убили. Со стороны, конечно, все очень хорошо. Тупой на топ, нужно сделать. Все герои тут. Стоит на топ, на ноге побежать. Он подвеском, либо Энш, чтобы остаться на качать. Если что, но враги, скорее всего, в эту сторону пойдут. Нет, не пойдут. Никого не видно, опасно. В таких случаях, ну, опять же, без Зевса сложно будет фантомка убить. Он успеет выйти, скорее всего, он всех увидел, поэтому нормально. Он, кстати, сделал так, как мы обсуждали, то, что, в принципе, если ты выходишь качать лес. Ну, с другой стороны, он даже, я не сказал бы, что он вам прям качал лес. Он просто вкачал фантом страйк. Вот это 4. Первый раз он вот так вот в лесок зашел полноценно. Да, то есть это просто билд. Возможно, он так постоянно делает. И, кстати, против фантомки вообще офигенно играть с замокшенным вторым. Против чего еще раз? Против фантастерс. Ну, да. Ну, так спидом много, бьешь ее. В целом так и есть. Десятый уровень таланта на хп. Типа, левый талант он хороший, но он не окупает себе вообще. А с 75 хп это очень много. Учили в это, что ты на фантомке, статы себе редко покупаешь. У тебя первый слот бф, второй слот дозоль, третий слот, ну, вот, бкб, разве что. Но, опять же, эти 200 хп практически 200 могут дать тебе возможность там пережить. И по итогу с такой дерьмовой линии, на которой он две пачки первые вообще не добивал. У него, по-моему, с первых трех пачек было там что-то около трех крипов. Вот, и просто грамотные перемещения по макроигре вот дают ему возможность купить Баттлфюри себе там на 15-30. Если бюшку заберет сейчас. Нет, вот, товарищ гостик. Говорит, я буду дефать любую талу на этой мапе. Он, кстати, может, прямо сейчас на баунте пойти. Так, у нас есть, вас забрать баунте. И стоишь, что шейкер и зевс были на вижене. Он забрал две роны. Да, кстати, очень хорошо то, что все так получилось. Пожарничает, купит себе бафф или не купит. Не, я бы не пошел. Опасно было. Ему и не хватало. Ещё было. Не хватало, да. Но вряд ли бы он пошел. Это было бы очень опасно. Из плюсов, кстати, то, что он не всегда спам бегает, то, что он соло опыт лутает. Где прыгать не особо хочется. Но тут уже ни одного героя не видел на карте. Прошло, до спины зашел. Надо бы пойти к пить. Вот сейчас есть хороший вариант. Найс. ВК в топе показывается. Но врагам сюда тоже не очень хочется заходить. Вроде как у врагов тут вижено нет. Хотя, они этого не знают. Если там вижен или нет. Вард фантомки хочется поставить, знаешь, куда-нибудь в бот. Вот где и вражеский аванпост. Может, какой-нибудь такой хитренький варш, чтобы сразу не сняли. Чтобы он просто сейчас скачал эншентов. И саппорт стоял с ним, допустим, ревилл смог на него. Да, в троечку, который будет нажиматься. А сам он пошел бот. Но чтобы пойти бот качать, нужно от вышка снести. Они не могут от вышка снести. Потому что этот тавр с легкостью соло-тимбер там дефает. А команда уже там подкатывает, когда нужно. Он, кстати, себе взял блюр в двойку. Почему? Не знаю. Видимо, он решил покачаться. Видимо, он решил снизить кулдаун на блюре. Там такой, ну типа, прирост 5 секунд кд с каждым левелом. Он ждет, чтобы он в кого-то на ВК нажал стан. Ну да. По итогу ВК просто ждал. Но в итоге килл. У них с Виженом дичайшие проблемы. Ну, во-первых, потому что враги доминируют. У них денег больше. Они мапу больше. Но у них зевс. И у них зевс еще сверху. Не удивлюсь, если он реально просто... Из-за того, что у него БФ будет выкачивать дальше блюр. В 3, в 4. Опа. Ой-ой. Сюда. Подкрутили. Дахаку немножечко. Обычно на корах бьющих в Embrace лучше, чем Коготь. Но на Фантомке даже... Ну, не знаю. У него так спида нет. В его случае вообще, наверное, хочется больше в Embrace. Потому что фейзы. Но Коготь на первую тычку там с Кинжао, допустим. Прям очень приятно. Солидный такой крит получается. С Фейзами даже еще приятней, по-моему. Кинжал кинул, кританул. Не, ну я к тому, что... Типа, когда фейзы, маток спида мало. Поэтому в Embrace на атак спид лучше. Но в целом, да. Урона много. Вывезли. Великое тенто, что нужно обходить. У врагов, скорее всего, тут стоит вижен на треугольнике. Поэтому сейчас идти туда драться. Мне кажется, это looks like game ruin. А он на виске привез. Но это почти стопроцентная смерть. Вы стоите на вражеском вижене и вас ждут... Ой, ой, ой. Слушай, я крипту подходит. Не даю себя, что ты нынканулся. Зерст наперёд сразу забежал. Нет, не отпустят его. Играя агрессивно, вот так вот тоже можно ошибаться. Хотел постоянно вот присоединяться к дракам. Хотел еще зафармить пачку на миде. Но поэтому внезапно вышел в Роскинг, который просто дал стану фантомке был в блюр КД и не на что было блинканулся сразу. Потом подошел киндер, дал его, и в итоге они все вместе успели подойти. Возможно, стоило просто бежать дальше. Но он не знал, что ВК тут будет. Не ожидал просто этого. Хорошо. Тиммер убили. Спирит Весел помог в этом. Нормально. Плюс Тимбер гостика дал Рубику ульту. Сейчас у Рубика есть ульт левел 2 Тимбера. Там дамеджа прямо очень много. Он по хп на Рубике спокойно любому герою со сбивает. Сейчас с болтом и с чекраун. Не говоря уже о том, что он может нового билка сорвать и снова ее выкинуть. Пошел качмод на боте. Этот тавер на боте, это значит такой прыщик. Прыщик, который хочется взорвать. Потому что там хп вроде не осталось у него. Да, там чуть-чуть совсем. Этот тавер хоть что-то откроет по мапе. Той же фантомке, он сможет качаться на боте. Героев, по-моему, в меди-виде сейчас должно быть. Да, но он добивает там на боте. Нужно эти тавер добивать побыстрому. Либо идти к ним одной из двух. Был бы ТТБ без мета, он бы пошел бы в бот. А это фантомка, которая может драться. Не зависит от КД. Он просто пришел на фрикел. Окей. Погай за кстати, какой хороша эта миссия. Климсин. Его многие не рейтят. Я до этого момента не понимал, почему этот айтем так хорош. Потом потестил, как этот айтем смотрится на спикере антимаги. Просто кайф. Так, так ВК дважды бьют. На него амлет еще один будет. А у него, у него серия рыжая. Великолепная драка. Хорошо, да. Потому что он стянулся с бота в драку. Да, шейкер. Крикенжал еще в догоночку прилетел. Нужно успевать. Да, наберет. Хорошо. Слава богу, я кстати вижу левый талант на фантомке на 15. Наверное, не всегда таланты тут лучше. Может быть, некоторые случаи хвампирик тоже актуален, но этот айтлант, даже без аганима, он тебе дает возможность добираться до героев типа Зевца Шейкера, который часто держит позиционку. Остается супер далеко. Ведь я в итоге такой большой рейндж на фантомке. Ну, это вас было. Что просто прыгаешь за километр. Особенно с аганимом. Типа, аганим же сбрасывает, когда всех спалов. В этой игре, кстати, аганим не такой плохой. Потому что есть ватненькие таргеты, которых ты можешь быстро стереть. Но аганим берется тогда, когда еще есть что спуржить, допустим. Потому что блюр имеет кд 10 секунд, и он снимает негативный эффект. Тут скидывает особо-то и ничего. Он не может попробовать просто нажать. Он что-то почувствовал. Как будто бы. Кого-то бы понял, что его хотят встанет. Здесь еще там выкашил. На фантомку. И хорошо, что отменил. Да, поэтому выживет. Мы до времени Зевца съели. Рубиком с Энкингом и миспом. Есть пространство, пофармить себе БТБ. Пришлось юзнуть скан на подход. Угу. Машины сюда идут. ВК идет в инвизи. Вот опять же повторюсь. Когда вы тройку фармите, будь то ТБ, ПЛ, Нага. Если саппорт перед вами стоит, то вообще круто. Особенно если там стаки, вы долго фармите. Чтобы он смог не нажать, ставьте ревильте, а на саппорте смог. Ой-ой. Отцовского на мощно. Так и тимберя уже убьют. Хороший санстрайк. И вот что пошло не так. Они же доминировали 4000. Я, честно говоря, не чувствую выроскингам. Да, есть такое. Он как будто бы за темпом не угнался. ММР донор. Пупей в скобочках смурф. Это его никнейм. Очень активная игра пошла. И если дадут сделать хилл, это будет БКБшка уже в фантомке. Минус шейкер, не стоило слэма даже тратить. Хм. Он проигнорил шейкера, не стал его добивать, пошел за Зевсом. По поводу сетки. Почему этот айтем хорош не только на фантомке, а вообще на керри героев. Что вы прыгая на антимаги, нажимаете сетку тут же манту, и начинаете по стоячему юнитам. Замена вашего описала. То же самое на спектре. Нажимаете манту, иллюзии дамажат очень много. Две иллюзии дамажат, наверное, спектре больше, чем сама спектра. Из-за чистого урона дизлайта. Но то же самое с антимагом. Ну и фантомка тоже в упор прыгает, нажимает сетку, начинает ковырять героя. На ванки кинге сетка очень хороша. И там на помощь. Возможно, у нас ларки. На гули я видел, тоже берут. Нормально, а там хороший, я бы даже сказал. Вот у него есть хобик, но он решил его дропнуть. Потому что сетка дает возможность сцеплять. Ну вот тебе и сеточка. Сразу в действие. Ты говоришь, а против лома нет приема. Когда прухает кариты, ты... Хоть настаканы, хоть не настаканы, все равно ощущаешь. На тимбере. На кой Аегис он поднимал? Что-то я не обратил внимания. Сколько там до него осталось? До пропада. Минута уже прошла. То есть 4 минуты еще. Часто спрашивают, как там Рошана таймить. Допустим, забрали Рошана. Убили. На 20-й минуте. Значит, через 5 минут, после того, как вы подняли Аегис, Аегис пропадет. То есть 5 минут на Аегис отводится. И 3 минуты отводится на то, чтобы появился минимальный таймер Рошана. То есть Рошан, после того, как вы забираете его, появится минимум через 8 минут. И он появится в промежутке от 8 до 11 минут. Рандомно. Поэтому, если на 20-й забрали Рошана, то минимально он появится на 28-й, а максимально появится на 31-й. Вот. Просто запомните себе это. Есть 3 числа, 3 циферки. 5, 3, 3, которые вам нужно запомнить. 5 минут, это сколько Аегис у вас будет в кармане? 3 минуты. Еще к 5. Минимальный таймер Рошана. Еще 3 сверху. Это максимально. То есть через 11 минут Рошан точно будет стоять. Снова так. Ой, скритаж Шейкера вырубил. Просто в спину к нему забежал. Кстати, у Шейкера есть Бэбэк. Он его не тратит. Ну, я решил не мараться даже Аптимера. Ой, не хватило немножко. Эх, вижу, не проползится. А если не уверен, что он второй нажимал, второй ли? Ну, у Фантомки есть Бэкбэшка, да. Он решил прожать до Аегиса. Потому что он может засейвить Аегис. Нет, он решил ТПА вот нажать. Ну, он решил засейвить Аегис либо убить всех, либо как раз таки, когда просто выживет. Нормально получилось. Нужно будет, смог сразу разбивать команду снает. Главное, что он живой. Там нет слэма. Они просто, опять же, скорее всего, дрались на вражеском вижоне. И у них в файте вообще нет вардов. Просто, просто нет вардов. Виспарик покупает их, но не всегда может поставить. А то, что ставит, снимает Зевс. Ну, кстати, Экскалибурчик. Попрощаемся. Надо, чтобы он вышел на линию. Скажись. Спасибо. Офигеть, почти 900 голды. Прочитано. Вот это да. Но я бы сказал бы, что тут, конечно, хорошему Фаддахака. Ну, куда ты идешь на Экскальфере? Недалековато ли это? Экскалибург, кстати, тоже стримит. И тоже, кстати, игрок, который топ-1 брал. Да, и у него название стрима типа. Экск топ-1. В скобочках now. Это сейчас 111. Дивай. Слил весь рейтинг. Экскалибурт топ-1 брал тогда, когда все игроки уезжали на какой-то глобальный турнир. И там все хайптест плееры были. Тогда он забрал топ-1. Ну, и представь тогда, когда ландрейт был в мете. Он прям, когда я на нем играл. Каждую игру. Увидел асимбера снизу. Сразу же ТП сделал. Во время драки Тимбер здорово, говорит. Да, хайптест плеер. Ил надо нажать. Ну, все. Не отпустят. Кудался нажать. Или отпустят. А, все, даже гнаться, наверное, нет смысла. Ну, в деревьях опасно. Он еще и навалять может. Не, навалять он точно не может, потому что БКБшка. Есть в фантомке. Думал, он выживет, но он... Сонстрайк восхитит. Чуть-чуть не оттуда. Вообще странно, что он на Тимбере пошел вверх. Костик. Как будто бы был уверен, что у врагов тут вижена нет. Просто тут, возможно, да. Под шайном есть у врагов варды. Чуть логичнее было бы пойти в бот. И он бы наступил на Сонстрайк. Фотомка бы его увидела. Но он каким-то обходными путями вообще пошел снасквозь всех. И пережил. Обисал этом, если вам нужно кого-то просто стереть. Если вы башек уже купили, почему бы не договоритесь. Завязывается с дракой. Есть урон по санкингу. Потомочка тем временем фокусит шекера. Очень приятно, что шекер оказался вот здесь. Хотя шекер мог быть изначально выше. Второй раз в драках с этого начинается. Только в тот раз у шекера был бэйбэк. Сейчас нет у шекера бэйбэк. В итоге шекер таверну не прожав вообще ни одной кнопки. Он мог пойти из-за взрослого на фантомке. Но Зевс он прыгнул. Он решил просто помочь в команде и убить всех остальных. Многие разы в таких моментах может вполне себе нажимать бэйбэк. Но тут фантомочка с крытьем былами. Выписывает очень много урона. А Зевс вообще побежал в топ. Ну и странно, что он побежал в топ и снова там умрет. Я не удивлюсь. Сразу же на вижен трипл килл. Ну вот здесь это вот... Я бы сказал, что это был хороший телепорт. Что он вроде как собирался добить крипчиков. А в итоге сам оказался крипчиком, которого добили. Если в прошлом моменте... Ну фантомка должна была быть в топе. И он здесь и должен был умереть. То сейчас он просто очень быстро реагировал на фантомке. Не очень своевременно оказался там, где нужно. Вот, кстати, я бы хотел услышать от сильных игроков, керри игроков, почему иногда берутся таланты на кинжал. А иногда... Куб де грейс. Я сперва всегда брал на фантомке три кинжала. Потом всегда брал квиты. Возможно, если у тебя прям все очень хорошо, и ты прям доминируешь, ты можешь взять себе три кинжала, и тебе урона хватает прежде всего. Потому что у фантомки бывает такое, что ей не хватает дэмэджа, и ее кайтят очень сильно. Против сильных арморных героев. А здесь, скорее всего, у него все очень хорошо стало вдруг. И именно поэтому он может себе взять три кинжала, чтобы просто там шейкеру блин сбивать, зевса барлельно фокусить. И ничего, можно шотный замедлить. Вот. А крит берется тогда, когда вам прям, ну, надо просто убить какой-то таргет, и крит будет больше, вам хватит урона, и вы выиграете. Мы с Эмилем стримили где-то полторы недели назад. Игру, в которой мы смотрели на один пик и на второй пик. В одной команде был Террорблэйд, в другой команде была Фантомка, Слордар и Титан. Так вот в один момент мы говорим, что сейчас ТБ, скорее всего, умрет просто с крита, с одного крита. Хотя у тебя много армора. Но Титан подошел в упор и сбил весь белый армор. Селедка повесил метку, и Фантомка просто на крита убила ДБ. Самого армиренного персонажа. Хороший обрыв, слушая шейкеров, трех героев, отлично. Не хватило. Какая разница, убивают ли они... Тиммейтов Фантомки, если они не убивают Фантомку. Хотя с другой стороны сейчас покатили БКБшку Фантомки, и она уходит. Нужен Сатаник. Вот поэтому в некоторых играх вместо Абисела покупают себе сразу Сатаник. Потому что твое БКБ можно покатить. Гастами. Яульчиками. Глимерами. Чем угодно. Вот. И в итоге ты потом без БКБшки ловишь просто один стан в лицо от того же Шейкера. И Зевс тебя выдает фулл спой. И ты умираешь. Именно поэтому. Хороший артефакт выбил. Я думаю, что оно вот дропнет. Он опять Зевса увидел. Санстрайкера посвятили от Молодец. Да. Хорошо сыгран. Вообще айтем хороший. Особенно из станов быстро выходить. Какая-то я чуть-чуть. Да. 13 стиков есть. Секи прожал. Мы помолимся. Кому прыгать? Да. Все разбежались. Шейкер тоже убежал. Как тараканы просто. Но ты видела туда. Это уже жесть. Возможно. Возможно. Чисто из-за того, что там Шейкерос. И у тебя будет Сатаник. И за статус резиста ты хочешь себе взять Титан Сливер. Но. Тут минус армор от Дезолятора. Потом от Таланта. Потом Монтербов Дистракшна. В итоге у тебя очень много урона. Ну и поэтому до сих пор у него Титан Сливер. А может он в паду перекладывает. Потому что он дерется. Он сейчас не об этом вообще думает. Еще один килл. Вот. Спокойная ситуация. Неужели думает? Не. Скипнул. 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 Хорошо. Он стоит. Хорошо. И Сатаник почти готов. С него Егис в одном слоте. Сатаник в другом слоте. Я по-прежнему ВК в этой игре не вижу. Может у них переигрока не было? Но не у него разные герои в профиле. У него он и на пуджей, и на дробке играет. Сейчас наука играет. Ну что он делает, как-то не впечатляет. Может он сложно играть просто. Назерса, иди сюда. 2000 крит в лицо. Порвакати. Но эту хунтонку уже не остановить. Все, что торгует. Но почти. Так что, я буду кричать? Дайте рампаду, пацану, или нет? Сегодня. Да, тирампаду, видимо нет. БКБ есть, ты видишь шейкера быстрее. Нет, все, он уже не успеет. Поздно. С плашом. Что же шейкер бэкбэкнулся от троих на него? Ну, а это будет только лишь ультракил. Ну, если идеально поймать тайминг, кстати, что-то поспешил шейкер. Там же он понимал, скорее всего, что все. Думал, может быть, кого-то убью. Он, скорее всего, понимал, то, что игра закончена. Что такую фантомку, ну, не с таким керри. Я думаю, что плохо сыграл на... На брызгарском гене, человечек. Потому что можно было сыграть гораздо лучше. Ну, как бы, не суди, судим не будешь. Поэтому у всех бывают плохие игры. Особенно, если ты вдруг не пор игрок. Играть не на своей роли, на высоком рейтинге сложно. Выбрать все одни боты тоже играют. Плюс экскали мы пару раз ошибся. Один раз не повезло, но второй раз... Один раз ты умираешь, ну, бог с ним. Пару раз лошадь. Да-да-да, ты это уже... Закономерность такая. Плюс хорошие ворты стояли. В некоторых моментах, когда он на фантомке прыгал на звеса. Просто на vision. Ну, кайфово, конечно, критов. Ты, может быть, дайте ромбаку пацану даже. Сатаник работает хорошо. Дальше хилиса. Трипл килл, напоследок. Шикарно. Рампаж. Сами озвучим. Мне вот что нравится в его играх, то, что это не лесник. Стримы ДХАКа, они помогают по макро развиваться. Игры ДХАКа помогают развивать свое макро понимание доты. Куда вам нужно идти? Как вам нужно идти? И он от каждого момента думает башкой. Игревые моменты. Ну, банально. Кинжальчик в три, там, фейзы на линии. Это не просто так, не дефолт. Поэтому берите пример. Я надеюсь, этот ролик вам был полезен. Вы понимаете, что с не самых приятных линий можно тоже конфеточку для себя выстраивать по игре. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.